ПЕСНЯ Его жизнь была так наполнена драматическими событиями, что они могли бы составить канву захватывающего романа, в котором нашлось бы место и войне, и любви, и чудесам. В этом году исполнится 101 год со дня рождения фронтовика и священнослужителя Феодосия Жданова. Последние 30 лет своей жизни батюшка жил в селе Зуевка Солнцевского района и был настоятелем Николаевского храма. Батюшка был прекрасный, верующий, такой, как говорится, молитвенник. Великий старец, великий. Люди к нам ехали, люди понимают, люди уважали его. Феодосий Жданов, ветеран Великой Отечественной войны, служил будущий священник в 86-м гвардейском саперном батальоне. Пришла война, его сразу не взяли в армию, а потом, поскольку у него еще было слабое зрение, и в 43-м году его призвали в Радисоветское огне, он был сапером. Ну, сапер ошибается один раз, но вот он исполнял свой долг честно, и вот, как он говорил, он пристень, ну, Прохорка, пристень, Солнцева, Понаре, Чернигов, все это, и дошел до Берлина. За несколько дней до победы рядовой Жданов был тяжело ранен. Пуля прошла между сердцем и легким. Его санитарь затащили в блиндаж, и когда немцы вступали, увидели, что русские еще подкинули гранат, и осколки он носил до самой смерти. Когда его ранило, он был на счет, он сказал, если я стану живым, я дала обещание Богу, пойду служить Богу в храм. От смерти рядового Жданова спасла молитва. Когда батюшку ходил на войну, он взял эти две книги. Это Евангелие, а это молитва Слов. С ними он пошел, он, вот я вам прочитаю статью-то маленькую, он с ними не расставался ни на одну минуту, день и ночь читал, по возможности, да. И с этими книгами он вернулся домой. Вера его спасла. Вот он пишет, молитва спасла меня от полей. Пусть поле прошло, но он живо остался. Жданов исполнил свое обещание. После войны он стал священником. Служил в храмах Курской и Белгородской областей. Он был талантливым пастырем. Ушел из жизни протеерей Феодосий в январе 2006 года. Окончание земной жизни батюшки было удивительным. Я к нему захожу, и он стоит вот, он такой маленький был, уже высох, сами понимаете. А то я смотрю, он стоит выше меня, я прям глаза подняла вот так. Говорю, а что это такое? А он стоит, руки опустил, и как стихотворение рассказа, 23-й псалом для себя прочитал. Господня земля, исполнение, и все живущие на ней. Стоя. Стоя прочитал, и ну как бы вот он, я на него вверх смотрела. Он не касался пола. Я была этим поражена. Я даже стояла, и я думаю, а что это такое? А что это такое? И потом он это все прочитал, и он опустился, и говорит, положи меня на постель. И я ему помогла лечь на постель. Отец Феодосий похоронен у стен Николаевского храма. К его могилке всегда идут люди. За утешением и исцелением обращаются к нему как к живому. И батюшка помогает. Есть женщина, которая подходит и говорит, батюшка, у вас святой. Я говорю, я не могу сказать, святой он или не святой, но вот его доброта, его вот терпение. Многие идут на могилку и получают от него вот, ну, благодать какую-то, наверное, может даже исцеление какие. И они приходят, и вот с такой вот, с благодарностью. Я пойду вот, постою там, приложусь к кресту, попрошу батюшку. И мне так хорошо становится. А это братская могила. Она расположена на территории храма. Здесь, еще при жизни батюшки, были захоронены останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной. На мраморе высечены фамилии односельчан, которые не дожили до победы. Сегодня прихожане часто вспоминают, как отец Феодосий каждый день перед богослужением подходил к поклонному кресту, перечитывал каждое имя земляка, плакал, о чем-то говорил, а потом долго смотрел на небо. Мне кажется порою, что солдат Вскровал непришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда, А превратились в белых журавлей. Прошло восемь лет, как фронтовик и священник Феодосий Жданов ушел из жизни. Но сколько добрых воспоминаний оставил о себе этот удивительный человек. Батюшка был очень добрым. Он всегда был добрым и внимательным. Меня он научил, ну прежде всего, стараться быть внимательным ко всем. Всегда нужно прислушиваться к чужой беде. Дмитрий с детства служит в Николаевском храме алтарником. Он всегда подходил, меня гладил по голове. Вот даже дети какие-то рядом были, он всегда подходил гладить. Ну чуть-чуть повзрослев, к шести годам, Батюшка меня взял помогать в алтаре. Я ему подавал к адилам. Потом он меня стал брать на похороны. Я не знаю почему, но видно, он с детства уже провидел, что в дальнейшем буду здесь в храме помогать. Сегодня Дима старается сохранить память о батюшке. Он собирает все документы, связанные с отцом Феодосием. Устраивает выставки, ходит по школам. Недавно нашел редкую аудиозапись сорокалетней давности. На ней живой голос батюшки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok